Место для голодовки предоставило отделение Питерского Яблока. Каждый день по адресу Шпалерная, 13 приезжает скорая на контрольный осмотр. Двух протестующих уже увозили в больницу с гипертоническим кризом и обострением диабета. Это неудивительно. Голодают люди старшего возраста. На сегодняшний день мы наелись всех обещаний, которые нам обещала и прежняя правительство во главе с губернатором Матвиенко. Поэтому мы решили стоять до конца и будем продолжать голодовку. Пару дней назад через твиттер с ними связался Георгий Полтавченко. Призвал остановить голодовку, поправить здоровье и встретиться с ним. В ноябре, поверив обещаниям чиновников, люди уже прекращали первую голодовку. Сейчас уверяют, пойдут до конца. Их кормили завтраками десяток лет. Надоело. Люди преклонного возраста, когда среди нас 9 человек, находится 90% пенсионеров, 5 пенсионеров инвалиды, одна женщина инвалид второй группы. Как они могут себя чувствовать? 9 голодающих пострадали от недобросовестности 4 строительных компаний в Приморском и Кировском районе. Права на их квартиры продавались по три раза. Подрядчики банкротились и возрождались под другими названиями. Их комнаты уже готовы. Там живут другие люди. Для кого-то оставить квартиру детям является важнейшим делом в жизни. Здоровье голодающих ухудшается на глазах. Не дай бог, чтобы получить квартиры, для этих людей оказалось последним событием в жизни. Александр Буренин, Виктор Лостовец. Новости 24 Петербург.